Первое марта начался, как и любой другой день, вспоминает Александр Шведенко. Потом дали команду идти в рейд на Севастополь. Уже после пересечения морских границ города экипажу объявили – держим путь на Одессу. А там морякам сказали – в Крыму неспокойно. Возвращаться опасно. Старшие офицеры говорили о том, что в Крыму война, все воюют. Лучше здесь переждать, остаться лучше здесь, все семьи будут нормально, лучше перевезти их в Одессу. Я три дня не мог не есть, только курил, ходил. Стресс, ну, конечно, все на нервах. Александр Варвулев вышел из части якобы к стоматологу, а сам отправился в Балаклаву. Рассказывает, крымских моряков в Одессе не выпускают из виду. Выход в город только по увольнителям до девяти вечера, и то в сопровождении офицера. А тех, кому удалось вернуться в родную часть, украшают наказать. Звонят, говорят, 8 лет тебе светит, занимаются СБУшники, прокуратура, дезертир. Какой я дезертир, я вернулся в свою часть. Я здесь и прохожу службу. Я отпрашивался на референдум, говорю, отпустите, я хочу сделать свое волеизъявление. Нет. Я говорю, а почему нет, на каком основании? Ты военный. Я говорю, так я такой же гражданин Украины, почему я не могу уехать? Потому что вы не признаете референдум легитимным. Ну да, вот все в этом роде. Удалось вернуться и Артему Бессалову. Он служил старшим коком на корабле Гиргиория Куропятников. Рассказывает, накормить экипаж должным образом было непросто. Давали курицу, ну три курицы практически, на 40 человек. Ну куда вот это по маленькой ножке разделить именно на всех, это как бы много кто недовольствовал. Сейчас крымские моряки пишут рапорт и готовятся приступить на службу уже другого государства. Служить Крыму, даже речи нету. Жена у меня сама россиянка, я то родился в СССР. Вот так вот. Живу уже здесь больше, наверное, чем на родине Днепропетровска. Капитан второго ранга Алексей Аполинский рассказывает, вся основная составляющая части находится в Одессе. Но самое печальное – разделен весь личный состав. Часть наших товарищей ушла, большая часть – друзья, оставили свои семьи. Но мы надеемся, что они вернутся. Однако больше всех переживают родные моряков. Они оббивают пороги части в надежде узнать что-то новое. Никто толком не знает, что с ними. По телефону служащие отвечают. Всё хорошо. Но родственники крымчан уверены – это не так. До них довели информацию, что ещё один сбежал. И на перекопе его перехватили и в комбинатору. Вот им довели такую информацию. Потому что российские телеканалы им не показывают. Информации у них никакой нет. Только в основном первый украинский. И отродили. Я считаю, что нужно делать просто обмен. Потому что на них сейчас, конечно, давят. И выдавали присягу, выдавали то. Но почему-то здесь был выбор. Демократически должны поступать демократическая страна, правильно? Должны ребятам дать право выбора. Кто-то решил остаться на Украине – пусть остаются. Кто-то решил вернуться домой – пусть идут. Всего 1 марта из Балаклавы вышло 12 кораблей и малых судов. Командиры ведут переговоры с украинской стороной. И готовятся вернуть своих моряков обратно. Но когда это будет возможно – неизвестно. Всего же домой удалось вернуться пятерым морякам. Рината Малышева, Игорь Романенков. Время новостей. Балаклава.